Приветствую вас, Денис. Я думаю, что вы сейчас пытаетесь, знаете, на нас переложить ответственность за ситуацию, которая, ну вот, происходит у вас с вашей супругой. Я думаю, что вы пытаетесь переложить ответственность за принятие решения на нас. Вот, я не думаю, что это хорошая позиция, я не думаю, что это качественная позиция. Я не думаю, что эта позиция принесет вам плюс, потому что, ну, объективно, это ваша жена и ваши отношения. И объективно вам, наверное, имеет смысл себя спросить, какое решение адекватно именно для вас. Не для меня, не для любого коллеги, да, а именно для вас. Вот. Вот это, мне кажется, более такой интересной позиции, чем то, что вы предлагаете, например. Понимаете? То есть, для начала, для начала, надо спросить, из-за чего вы обсудились вообще? Из-за чего вы обсудились вообще? А что послужило причиной ссоры? То есть, очевидно, что какие-то проблемы у вас были до этого еще. Ну, я так думаю, по крайней мере, что какие-то проблемы были у вас до этого. Но о них вы не говорите. О них вы не рассказываете. Вот. Хотя это, очень важный момент, на самом деле. То есть, у вашего конфликта с женой были предпосылки какие-то. И, наверное, 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 именно предпосылки вашего конфликта. И нужно исследовать. Сначала. Как появился конфликт между вами? А, как вы на этот конфликт отреагировали, к примеру? Как отреагировала жена, что она так среагировала, что с кулаками полезла искать правду? А, как вас это задело, что она начала с кулаками искать правду? Вот. Задело ли вас? Если задело, то как задело? Понимаете, да? Понимаете, о чем идет речь? То есть, это все очень важные моменты. Но все упирается по итогу в вашу систему ценностей. То есть, если вы считаете, что свою жену можно оставить одну, там, после гостей, в такси, например. То это ваше право. Это ваше право и никто не может вас за это винить. Никто не может винить вас за то, что вы, ну, хотите, например, там, оставить ее. То есть, здесь дело не в том, а, правильно ли или нет. Здесь дело в том, а, как хочется вам и чего хочется вам. Понимаете? Какая штука. Вот это ва... это важно. Это важно. Ваша жена, она хочет, скорее, эм... такого, знаете, эм... ну, жесткого отношения. Да? То есть, она хочет, чтобы, эм... ее... выставляли, чтобы на нее давили. Она вот этого хочет. Вот. Но не каждый, не каждый, эм... мужчина, да, не каждый мужчина, эм... готов на это. Да? Вот. Не каждый мужчина, эм... готов к такому жесткому поведению. Не каждый, не каждый человек. Поэтому здесь все нравится власть. То, что вы, эм... ищете виноватых, эм... то, что вы ищете правых и виноватых, правых и неправых. Это, эм... на самом деле не делает, эм... ваши отношения, эм... эм... качественно лучше, лучше. Я бы сказал, эм... что даже наоборот, эм... эм... выяснение, эм... ну, выяснение, эм... отношений, эм... не дает, никаких, эм... плюсов, эм... вам. Вообще. Поэтому, эм... определитесь просто с тем, эм... что вам хочется. Определитесь с тем, эм... как вы, эм... видите отношения. Эм... например. Эм... вот. Как они вам видятся. И... дальше, уже, эм... вы сможете, эм... сделать, сделать для себя, эм... выводы. Какие-то. Дальше вы уже сможете для себя определить, эм... что вам нужно. Жена, она... понятно, ей хочется, эм... там... эм... чтобы её... ну, подавляли как-то, да, и так далее. Вот. Но это... Совершенно не отношает, что вы будете делать так. Вот. Знаете, какая-то штука. Другой вопрос. Другой вопрос. Если вы, например, эм... в себе не уверены. Допустим. И... вам... допу... допустим... эм... нужна... наша... эм... поддержка. Вот. Эм... чтобы... чтобы... вы были... ну, более уверены... эм... в себе... и в своей позиции. Эм... но это уже будет навязывание своего мнения. Эм... таким образом, я полагаю, что... эм... оптимально будет, если вы поисследуете эм... основание для ваших эм... конфлик... конфликтов... Эм... которые... практически... эм... которые практически... эм... всегда имеют место быть. То есть, я... ну, я имею ввиду... эм... я имею ввиду... эм... основание для... конфликтов... эм... всегда есть... эм... вот. Я это... хочу... сказать. И... дальше уже... в принципе, можно будет... о чем-то говорить. Дальше уже можно будет... эм... что-то... рекомендовать вам. Вот. Я думаю, так... примерно, можно вам ответить... на вопрос. Вот. То есть, эм... эм... жена от вас... эм... ваша жена от вас... эм... чего-то ждет. И она может... она может ждать... чего-то от вас. Это ее право... чего-то от вас ждать. Но... и вы... тоже... эм... можете ждать от нее... например... принятия, допустим... эм... того, что... важно и что... ценно именно для вас. Вот. И... принятие того, что вы, ну, например, не можете или... не хотите... не хотите... эм... эм... дать... ей... эм... того, в чем она нуждается. То есть, вы не обязаны быть... эм... тем мужчиной, да... эм... которым вы не являетесь. Вы не обязаны им быть. Вы можете... эм... быть тем мужчиной, который вы... которым вы хотите быть. Вот. Вы можете быть тем мужчиной. Но вы... не... не можете и не будете... и не будете... тем... тем мужчиной, который вы не... которым вы не являетесь. Вот. Это невозможно и... по факту это... просто... эм... трата... трата... трата времени. Вот. Поэтому я думаю... эм... примерно так... я думаю, что примерно так... эм... можно вам ответить... на вопрос, который вы задаете. Я отдаю себе отсчет... в том, что... эм... вы... возможно... хотели... другого... ответа. Я отдаю себе отсчет в том, что... возможно вы... эм... ну... ждали... немножко другого ответа. Я отдаю себе в этом отсчет. Но... эм... исходя из... той... информации... которую вы предоставили... я полагаю, что... ответить пока что... можно... эм... вот... только так. У вас с женой не совсем все гладко в плане отношений. У вас с женой есть какие-то проблемы. В том смысле, что она вам... эм... возможно, ну... не доверяет... она... а... возможно... эм... в чем-то... эм... сомневается... вот... у нее, возможно, есть какие-то страхи... эм... вот... и... все это... поражает тревожность... с ее стороны... вот... которая выливается в эм... подобное... эм... действия... то-есть... вот... именно... в подобное действие, то-есть... в смысле... э-эм... подобное поведение... ну... в подобное поведение... вот... Вот. И, конечно, вам это может быть неприятно, конечно, вот, конечно, это может быть неприятно для вас, безусловно, но как бы, если это, допустим, ваша жена, если вы её любите, то, ну, наверное, стоит рассмотреть возможности для принятия такой, как она есть. Происловие, конечно, что будут, например, будет проведена, например, какая-то работа, да, то есть, ну, не будет просто оставлено, что всё как есть, да, а будет именно проведена работа. Проведена работа по гармонизации отношений, вот. Если такая работа будет проведена, то я не думаю, что всё трагично. Вот. Но постарайтесь, конечно, отходить от идеи, искать, кто прав, а кто виноват, потому что это позиция, но ничего хорошего вам не даст, в принципе. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.